Я побывал в городе Героя Елизавета, где авиаторы праздновали на стадионе в аэропорту свой профессиональный праздник. Флот воздушный в России всегда! Наша гордость и наша же честь! Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. И перед тем, как начать сегодняшнюю книжную распаковку, свой книжный день, я расскажу о том, что сегодня в субботу с утра я побывал в городе Героя Елизавета, где авиаторы праздновали на стадионе в аэропорту свой профессиональный праздник. Давайте немножко посмотрим, как все происходило в аэрическом порту. Мы поздравить сегодня спешим! Пожелать им побед и наград! Пусть профессия ваша сложена! В ней опасность и риск все же есть! Флот воздушный в России всегда! Наша гордость и наша же честь! Улетали из дома надолго И скучали в забвении там Дорогие гости, жители Камчатского края, ветераны, разрешите вас поздравить с этим прекрасным и очень красивым праздником. Пожелать вам всем чистого неба, чтобы ваша жизнь всегда была вне опасности. Это самое главное. Вы как жители Камчатского края, вы как никто знаете, что такое авиация вообще для Камчатского края и для жителей всего края полуострова. Поэтому я бы хотел, чтобы вы чувствовали себя всегда свободно, уютно, как при условии пользоваться воздушным транспортом. Поэтому с праздником вас! Мы летали, 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 Выше звезды до самого сна, Сотни раз не стремиться мечтали В небеса, в небеса, в небеса! В ожидании последнего боя Кровь застыла от страха и вновь Разрешите вас поздравить с праздником Воздушного флота России. Это замечательный праздник и мы, елизовчане, особенно гордимся тем, что аэропорт расположен на территории Елизова. Это точно. И мы видим, как аэропорт строится, развивается И в течение ближайшего времени здесь будет современный международный аэропорт Хотелось бы пожелать вам всем счастья, здоровья, чистого неба над головой, чтобы были счастливые полеты и мягкие посадки Ура! Мы летали, летали, летали Свою работу мы выполняем в самолетах Як-40, Л410, Ан-28, Ан-26 и в вертолетах Ми-8 Много делается для того, чтобы социально значимая задача для перевозки пассажиров по Камчатскому клаве выполнялась в Петропавловском участке предприятия Как говорится, в жизни все идет развитие по спирали, так и авиация развивается по спирали Поэтому есть взлеты и падения Но больше хотелось бы пожелать, чтобы количество взлетов равнялось количеству посадок Не только для вас, как жителей Камчатки, но и для нас, как работников авиационной деятельности Это праздник пилотов, штурманов, бортпроводников Да что уж говорить, это праздник всех работников авиации Мы летали, летали, летали Сквозь огонь и потоки дождя Нас взглянили далекие доли Навсегда, навсегда, навсегда Ключ designing artist Продолжение следует... Для… С doesuits Продолжение следует... Вот так вот лётчики и труженики наземных служб, имеющих отношение к авиации. Кстати, помните анекдот о том, что разве я могу бросить авиацию? Не помните, но он слишком скатологический и неприличный для того, чтобы я его рассказывал. Итак, вот так прошёл профессиональный праздник лётчика в Елизавете. Но это не точно. А мы приступаем к распаковке новых книг. Первая книга, пришедшая из города-героя Сартовалы, ранее находившегося в Карело-Финской Советской Республике, была до Первой Мировой Войны, до Второй Мировой Войны. Такая республика в составе так называемого СССР. Книга, пришедшая из Сартовалы, сам не знаю, что за книга, поэтому публики. Никогда не выбрасывайте мусор. Тем более, находясь в лесу. А я, кстати, сейчас в лесу, за городом, в районе Радигинского полигона. И что же это у нас за огромный том сейчас? Сейчас я уберу остатки упаковки, и мы посмотрим, что это за книга. Стенографический отчет Второго Всесоюзного съезда советских писателей. Не так давно я уже рассказывал о том, что я получил стенотчет первого съезда советских писателей, имевшего место в 34 году века минувшего. Ну и надо похвастаться еще одной книжицею. Это стенографический отчет Первого Всесоюзного съезда советских писателей 1934 года. Эта редкость еще большая, нежели книга Мельникова, потому что этот отчет в свое время был изъят из всех библиотек из-за того, что в нем были опубликованы выступления на съезде, а выступали там так называемые враги народа. Это очень увлекательное, исключительно увлекательное чтение. Почему? Потому как по выражению некоего Джугашвили «Судьба его наказала». Писатели – это инженеры человеческих душ, и именно они, работающие со словом, в своем творчестве и в околотворческих выступлениях, максимально точно запечатлевают культурные коды своей эпохи и переплетение культурных кодов. Когда читаешь стеночет Первого съезда 1934 года, то понимаешь, насколько эти самые культурные коды переплелись. Потому что большинство писателей, принимавших участие в Первом съезде, были воспитаны еще в добольшевицкое время, то есть они руководствовались культурными кодами Российской империи, Великой Российской империи. А это – отчет Второго съезда советских писателей. Второй съезд прошел в 1954 году. То есть разница между съездами была в два десятка лет. Смотрите, раз в несколько лет были всякие большевицкие съезды, комсомольские съезды, то есть съезды политических мерзавцев. Иншалла. А писатели собирались очень редко. Стенографический отчет Второго Всесоюзного съезда советских писателей. И я обязательно, внимательно изучу его. Следующая посылка. Откуда она прилетела ко мне? Из Перми. Вот как она упакована, книга, лежащая там. Открываю эти чудесные картонные листы, залепленные клейкою лентой, и вынимаю оттуда... Что же я вынимаю оттуда? Я вынимаю оттуда стенографический отчет Восьмого съезда писателей СССР. Этот съезд имел место в 1986 году. То есть, когда началась уже так называемая перестройка. Но когда еще о большевистских преступлениях говорили с опаской и очень аккуратно. Вот мне в самом деле очень интересны литературные процессы. Потому что я родом из Белой Руси, то есть из Высшей Руси, так как белый человек является высшей стадией эволюции человека, также белые русские являются высшими русскими. То есть, они в духовном и нравственном отношении, как известно, превзошли и великороссов, и малороссов, и тех, кто родился в Красной Руси. Здесь пытаются провоцировать провокаторы. Итак, русские – логоцентричный народ. Потому что русские – они православные. А в Евангелии от Иоанна сказано, что «вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». Стенографические отчеты съездов писателей. Рекомендую тем, кому интересно, что происходило в стране на самом деле. Сейчас проедет автоматический мобиль, и мы продолжим наши рассказы. А в принципе, что продолжать? Мы посмотрели «День авиатора». Мы посмотрели новые книги. Стенографические отчеты 2-го и 8-го писательских съездов. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится узнавать, какие книги я читаю, потому что сами вы, я знаю, читать не умеете по причине малограмотности и необразованности, поэтому хотя бы посмотрите, какого цвета бывают обложки книг. Пишите комментарии. Не забывайте, что один раз в месяц на моем канале проходит розыгрыш какого-нибудь из моих фотоальбомов о Камчатке и розыгрыш среди тех, кто сделал пожертвование, так называемые донаты, оторвав денежки от семьи и послав их на номер карты, указанный в описании под роликом. Сделаете пожертвование, у вас появится шанс выиграть фотоальбом, а ваши денежки я пущу на развитие канала. Ну, а если вы здесь впервые, то, пожалуйста, выполните вот эти вот рекомендации по подсказке в правом нижнем углу кадра. Сделайте так, чтобы кнопочка из красной стала серой. Это для того, чтобы вы не пропустили новое видео на моем канале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова